Здравствуйте, уважаемые студенты! На ваше внимание представляется лекция 10, курсовая работа, порядок его написания. План лекции. Понятия и виды курсовых работ. Этапы написания курсовой работы. Структура и правила написания курсовой работы. Оформление курсовой работы. Подготовка к защите и защита курсовой работы. Курсовая работа это письменная работа, содержание которой связано с комплексным анализом и стеглами темы, использованием различных методов научного познания. Она включает элементы конспектирования, парафраза и перефраза, реферирование и другие формы самостоятельной работы над академическим текстом. После реферата курсовая работа является научно-исследовательской. Она требует от обучающегося навыков и знаний, полученных при написании реферата. В ней, помимо выделения целей и задач описания объекта исследования, должна быть вытянута гипотеза предположения студента по изучаемой теме. То есть курсовая работа по своей структуре и форме уже соответствует классической схеме научно-исследовательской работы. Тема курсовой работы – это сжатая форма выражения и содержания предлагаемой темы. Она должна быть лаконичной, ясной, не загроможденной, оборотом письменной речи, научно обоснованной и соответствует профилю будущего специалиста. Можно поделить курсовые работы на четыре вида. Первое – расчетно-графические. Это самый распространенный вид курсовой работы, который включает в свой состав выполненного задания и пояснительную записку по решению. Такая работа рассчитана на закрепление и применение полученных навыков в процессе учебы. Следующее – это научно-исследовательская. Можно называть самым сложным видом курсовой работы, так как в процессе написания работы студента выполняются такие операции, как применение полученных знаний, поиск и исцеливание темы. Работа рассчитана на инициативу студента. Отчетная работа. В основном работа, которая не требует от тебя особых усилий. После пользования материала или выполнения практики, студент делает отчет в виде курсовой. Обычно расчетно-графической и отчетной визы курсовой работы выполняется студентами университетной технической факультеты. Обычно после производственной практики студента или при изучении какой-то дисциплины студенты напишут курсовую работу в виде расчетно-графической формы или отчетной формы. Четвертый вид – это комплексная. Это работа, которая выполняется по двум или более предметам. То есть, аналогичен по содержанию приметам. Комплексная работа носит смешанный характер. Итак, курсовая работа – это самостоятельная работа студента. Но это не означает, что студент всю работу выполняет сам. Он выполняет работу под руководством руководителя, назначенным по кафедре. То есть, руководителем должен быть специалист, ведущий дисциплину, по которой пишется работа. В основном, основную работу выполняет сам студент. Научный руководитель выступает в роли консультанта, дающий советы по написанию темы. Он может помочь при составлении плана, при составлении списка на холимодисературе и направит студента по нужному нарусу. Выполнение курсовой работы включает в себя следующие этапы. То есть, вначале надо разобраться с темой, выбор темы. Это тоже важная часть. Обычно выбор темы осуществляется научным руководителем вместе со студентом. Обычно делается выбор. Потом после выбора темы студент получает задание по курсовому работу. Дальше сбор материала. Студент собирает материалы по тематике и составляет планы курсовой работы. Дальше работа над источниками и монографиями, статьями и другими. И составление черновых набросков по главным метрографам. Редактировать тексты. И все это написанные варианты он должен подставить к научному руководителю для замечаний и правок. Дальше после проверки научного руководителя он исправляет тексты и пишет заключение. После заключения можно возвращаться к введению и написать введение. Дальше можно составить список используемой литературы и окончательно написанный вариант представить руководителю еще раз. Исправить еще раз указанных погрешностей или ошибок и напечатать курсовые работы по требованиям. По требованиям КОСТа. Концент дает курсовую работу на кафедру и заключительные этапы это подготовка к защите и защита курсовой работы перед комиссией. Любая курсовая работа должна иметь свою структуру. Она практически является такой, как предописание оператора. То есть иметь титул, лист, содержание, введение, основную часть, состоящую из нескольких вклад, заключение, список использования литературы и, если понадобится, приложение. Вводная часть курсовой работы представлена более широким научным аппаратом, чем в фиброте, то есть включает следующие подпункты. Актуальность исследования, объект исследования, предмет, структура работы, цель работы, задачи исследования, методологические основы исследования, научная новизна и степени, практическая ценность работы. все это пишется в введении, вводной части. В конце глав и параграф делаются выводы по изучаемому материалу. Каждая глава начинается с новой страницы, а параграф начинается на той же странице, где закончится участвующий текст. В заключении не должно содержать пересказ, содержание исследований или повтор выводов, которые уже были сделаны в глаголах. здесь подводятся итоги изучения темы, отражаются решения задач, поставленных по введению и достижения цели исследования. Если необходимо, автор намечает и перспективы дальнейшей работы. Приложение выполняется в виде таблиц, графиков, рисунков, карт и других. Данный раздел работы не является обязательным. Он включается, если на это требуется держание изучаемой темы. При изложении материала необходимо заделать следующие правила. Не рекомендуется ввести повествование от первого лица и с написать. То есть я считаю по моему мнению и так далее. Такие утверждения лучше выражать в изличной форме, то есть как анализ материала свидетельствует о том, что можно сделать выход, документы позволяют предположить и так далее. При упоминании фамилии в тексте инициалы ставятся перед фамилией, перед фамилией. Цитаты из литературы из источников, цифры, даты, имена, выпады и утверждения, заимствованные из опубликованных научных исследований должны сопровождаться с цифрами. Оформление курсовой работы. Курсовая работа подставляется к защите в печатном варианте на бумаге стандарта А4 на одной стороне листа. Каждая страница должна иметь поля верхняя и нижняя 20 мм, правая 10, левая 30 мм для скрепления страниц. Объем курсовой работы не должен повышать 30 страниц машинописного текста. Списк, источник и литературу по объему работы не засчитывается. В списке литературы приводится полное библиографическое описание документа, а в посрочных ссылки усматриваются различные способы сокращения объема сведений. Подготовки к защите и защите курсовой работы. Работу нужно защитить перед специальной комиссией, полностью обосновав свою точку зрения и правильность решения оперческой части. После того, как курсовая работа написана в черном варианте, студент отдает ее на чечение научному руководителю, прочитав работу, руководителя выращаясь с помечаниями и советами. Нужно проверить текст на плавиат. Если вы следуете доработка, то надо заниматься перед фразой. Справленную курсовую работу студент сдает на каферу. Заведущий кафера отдает работу преподавателю, который в течение 70 дней должен ознакомиться с ней и составит отзыв с выводом о возможности блоков свекозащиты. Дату защиты назначают заведующие. Обычно практикуется индивидуальная защита. Один студент при комиссии дает курсовую. Защита курсовой работы это публичное выступление студента около 7-8 минут с представлением темы, раскрытием и результатов. Для этого студент заранее подготавливает крафтый доклад, состоящий из резюме переведения основной части и подробного сложения списка использованной литературы. Он должен показать, что свободно владеет темой исследования. Защита состоит из двух этапов. Студент кратко сообщает о теме, ее содержании и итогах. Он отвечает на вопросы комиссии, состоящие из заведующего кафера и преподавателя ведущей дисциплины. После беседы между членами комиссии выставляется оценка. То есть защита курсовой работы планируется до CEC CEC и студент по результатам защиты допускается к CEC. Спасибо за внимание.